Российское историческое общество и Фонд Истории Отечества при поддержке Фонда Президентских Грантов провели конкурс краеведов, работающих с молодежью. Прием заявок от участников конкурса, учителей школ, педагогов дополнительного образования, работников учреждений культуры, представителей общественных организаций завершился 1 августа 2020 года. Проект прошел второй год подряд. Теперь его география увеличилась более чем 8 раз. Региональные экспертные советы были созданы в 45 субъектах нашей страны во всех 8 федеральных округах Российской Федерации. Одними из наиболее активных в Южном федеральном округе стали краеведы из Волгоградской области. Особо хотелось бы отметить то, что расширение число конкурсантов позволило включить в число заявок на конкурс экскурсоводов и научных сотрудников музеев, работников библиотек, педагогов дополнительного образования, учителей не только истории, но и обществознания, русского языка, литературы, географии. Очень много молодежи было и музейщиков, там очень много моих учеников и было очень много историков и и было очень много педагогов. Мне кажется, я вот на вскидку как смотрел, очень мало кого было старше 60 лет. Это отрадно. Значит, это моложение кадров краеведческих. А молодежь всегда – это движитель прогресса так в обществе. Это, скажем, молодежь – это кровеносные сосуды общества. Если они молодые, здоровые, сильные, весь организм работает. Участники конкурса направляли в адрес экспертных советов, анкеты, презентации и методические работы, в которых рассказывали о своих проектах. Наши дети умны и талантливы. Надо лишь их направить, научить, не бояться, дать возможность расправить крылья. На протяжении многих лет мои ученики занимают призовые места на всероссийских областных олимпиадах и конкурсах исследовательских работ по школьному краеведению, областных слетах юных краеведов и представителей лучших школьных музеев. У многих увлечение историей стало смыслом жизни и профессии. Поступившие заявки рассматривались региональным экспертным советом. В рамках отделения Российского исторического общества в Волгограде был создан экспертный совет, в который вошли ведущие историки, музейщики и краеведы региона. В экспертном совете была проведена экспертная комиссия по рассмотрению заявок. При этом стоит отметить, что каждая заявка проверялась двумя экспертами. Сама заявка оценивалась по бальной системе, в которой экспертами оценивался личный вклад в каждого конкурсанта в дело популяризации истории родного края среди молодежи. Шел постоянный контакт с координаторами проекта со стороны Российского исторического общества и Фонда истории Отечества. На все возникающие вопросы мы получали оперативно исчерпывающую информацию. Поступившие заявки наглядно демонстрируют высокий уровень профессионализма представителей местного краеведческого сообщества. Школьные музеи – хранители памяти. Каждый музей – это особая судьба, люди, события. Мы, занимаясь поиском и сбором краеведческого материала, пополняли фонды музея. Экскурсии настолько увлекли нас, что я и мои ученики прошли профессиональную аттестацию экскурсоводов Волгоградской области. По итогам первого регионального этапа были определены финалисты, которые получили приглашение принять участие во Всероссийском фестивале «История Малой Родины. История Отечества». В ходе этого этапа прошла презентация работ перед федеральным жюри и распределение первых, вторых и третьих мест между краеведами в рамках каждого региона.